Добрый день. Сегодня во втором чтении будет рассмотрен законопроект, которым предлагается в очередной раз репритивная мера в отношении водителей. ЛДПР поддерживать его не будет. И мы убеждены, что это не забота о безопасном движении, не борьба с безопасностью на дороге и не попытка каким-либо образом снизить аварийность. Потому что все делается совершенно по-другому при желании действительно сохранить жизнь, здоровье наших граждан. Делается это исключительно потому, что разработаны новые системы фото-видео фиксации в автоматическом режиме, которые начали активно использовать. И эти фото-видео системы фиксируют правонарушение, когда не уступает дорогу пешеходу транспортное средство. И собственника, соответственно, привлекают к административной ответственности. Это очень удобно. При том, что многие комплексы работают абсолютно неэффективно. Они несправедливо привлекают, позволяют привлекать водителей к административной ответственности. Потому как в правилах дорожного движения четко и ясно написано, в каких случаях необходимо уступать дорогу пешеходу. И даже в том случае, если водитель, соблюдая правила дорожного движения, и его камера фиксирует, все равно камера позволяет своей фиксации привлечь его к административной ответственности. Мы обращались в ГАИ, с нами соглашались и тестировали комплексы. Но мы видим, сколько камер появляется на дорогах России. И вместо того, чтобы строить подземные пешеходные переходы, надземные пешеходные переходы, использовать здравый опыт, который используется в развитых странах, когда пешеход подходит, ему необходимо перейти, он нажимает кнопку и загорается зеленый свет для него, и загорается красный свет для водителя. Вот как надо решать эти вопросы. А не повышать административный штраф. Кстати, если мы посмотрим аварийность, именно на таких нерегулируемых пешеходных переходах и происходят очень часто аварии. Почему? Порой виноваты сами пешеходы. Когда идут, не смотрят, хотя пешеход должен, это с детства всех учат. Выходя на дорогу, налево посмотри, направо посмотри, потом выходи. И водители, конечно, виноваты, тоже мчатся, не уступают, не давая преимущества пешеходам. Виноваты и одни, и другие в разных случаях. Но в данном случае речь идет об усилении административной ответственности для водителей. И на наш взгляд, это все-таки забота о зарабатывании денег и пополнении региональных бюджетов за счет выписывания административных штрафов. Это законопроект, который сегодня будет рассмотрен во втором чтении. Фракция ЛДПР его поддерживать не будет, так же, как и в первом чтении. И, кстати, обращая внимание, когда звучат доводы о том, что надо и велосипедистов пропускать, так вот, велосипедистам проезжать по пешеходному переходу нельзя. Необходимо подъехать, слезть с велосипеда. И велосипед должен быть отдельно, а пешеход должен быть отдельно. Он, удерживая велосипед, пересекает проезжую часть. А порой велосипедисты на велосипедах, сами нарушая, проезжают пешеходный переход и становятся жертвами ДТП. В том числе, потом это способствует тому, что водители и лишают права управления транспортным средством, и даже привлекают к уголовной ответственности, если, не дай бог, смертельный исход или тяжкие телесные повреждения. Еще хотелось бы обратить внимание на прозвучавшие выводы о том, что так называемый пьяный мальчик в Балашихе оказался абсолютно трезвым. Вывод какой? Как мы и заранее говорили, значит, когда проводили экспертизу, что-то либо подлили, сфальсифицировали, заменили пробы биоматериала, и диагноз или результаты экспертизы получились такими, какие мы слышали, которые ввергли в шок все профессиональное сообщество, и простые граждане, которые понимали, что это просто невероятно. Но главный вывод какой? Вы представляете, какое количество граждан незаконно привлекается к административной ответственности, к уголовной ответственности или, наоборот, избегает наказаний? Я специально переговорил с одним таким судмедэкспортом. Он говорит, огромное количество теневых заказов поступает. Почему? А потому что, например, человек умер, и именно судмедэкспорт устанавливает причину смерти. Одно дело, например, он погиб от того, что он, падая, ударился головой об асфальт, а другое дело, он погиб от удара нападавшего или от удара того, кто защищался. Абсолютно разные последствия с точки зрения Уголовного кодекса для того гражданина, который будет впоследствии признан виновным в смерти данного гражданина. Либо смерть по неосторожности, либо непосредственно он является убийцей. Еще один момент, на который бы хотелось обратить внимание, что мы теперь обратимся в Генеральную прокуратуру от фракции ЛДПР. В связи с новооткрывшимися обстоятельствами мы попросим проверить все дела, где использовались заключения этого судмедэксперта. Представляете, сколько людей могли незаконно быть привлечены к уголовной ответственности в связи с тем, что были сфальсифицированы результаты экспертизы. И когда нам говорят про этот случай, на результате которого погиб мальчик на дороге, что якобы не имело никакого значения, пьяный был этот мальчик или трезвый был, это все пыль в глаза. Это специально как-то скрыть вот эти следы халатности, сговора преступного, в котором участвуют разные должностные лица. Я убежден, что если бы не благодаря средствам массовой информации не появилась бы такая общественно громкая дискуссия, то в суде зачитали бы результаты этой экспертизы, и таким образом могли бы уже при вынесении решения вынести более мягкий приговор, дать условный срок, либо что-либо еще придумать, дать отсрочку наказания в связи с какими-либо обстоятельствами, или снизить срок привлечения к уголовной ответственности. То есть это была продуманная уловка для того, чтобы немножко разбавить вину этой женщины, в результате действия которой погиб этот несчастный ребенок. Спасибо. Спасибо, Нерослав Евгеньевич. Уважаемые коллеги, поскольку автомобильная тема, я напомню, что сегодня в повестке дня стоит законопроект фракции ЛДПР, группа депутатов внесли поправки для того, чтобы освободить многодетные семьи от уплаты транспортного налога за транспортное средство мощностью до 200 лошадиных сил. Внесли депутаты нашей фракции ЛДПР многодетные отцы, Денгин, Сысоев, Шерин. На самом деле с этой проблемой обращается большое количество избирателей в регионах. На сегодняшний день наши многодетные семьи, многодетные родители, это одинокие родители или полноценная семья, являются самой необеспеченной категорией населения. К сожалению, никаких дополнительных преимуществ и льгот, и благ у них нет. И законодательство очень часто, и к сожалению, не выделяет их в особую категорию. Такая государственная политика неоднородная, которая, с одной стороны, призывает всех рожать, создавать крепкую и многочисленную семью, с другой стороны, не дает никаких льгот и поблажек, и преимущество не может считаться последовательным. И мы предлагаем, конечно, к этой категории относиться особенно бережно и законодательно создавать условия для того, чтобы люди рожали как можно больше детей. Вчера, 21 сентября, был особенный день, очень важная дата в истории нашей страны. К сожалению, достойного освещения в средствах массовой информации она не получила. Именно поэтому депутаты фракции ЛДПР неоднократно предлагали перенести празднование Дня России с 12 июня на 21 сентября. Как вы все прекрасно знаете, 21 сентября – это день зарождения нашей русской и российской государственности. Нам 1155 лет исполнилось вчера, 21 сентября 2017 года, а не 27, как считают некоторые. И сами можете сравнить ваши ощущения 12 июня, если у вас гордость, чувство, что мы государство с тысячелетней многовековой историей, и каких-то символов нет этого праздника, или та дата важная – 21 сентября, когда соединились южные и северные племена, и создалось полноценное, самостоятельное русское государство. И этот памятник тысячелетию Руси, конечно, является таким энергетическим символом и связующий скрепы всех этих наших основных этапов развития русской государственности и русской истории. Ну, это также день победы на Куликовом поле, день рождения Богородицы и второй день еврейского Нового года. В этом году так совпало. По повестке сегодня очень важный закон, он несколько раз переносился, изменения в городостроительный кодекс. Фракция ЛДПР в первом чтении его поддерживать не будет, поскольку именно в концепции к первому чтению этого законопроекта предлагается публичное обсуждение в вопросах городостроительства, очень важные вопросы – территориальное планирование, землепользование, застройка, правила благоустройства, предлагается отменить и заменить их на некие общественные обсуждения с использованием дистанционных заочных технологий, интернет-технологий. Этот подход не в интересах избирателей, не в интересах муниципалитетов. Почему? Поскольку он налагает очень серьезные расходы на муниципальные бюджеты, самый необеспеченный уровень бюджетов – это муниципальный бюджет, поселковый и чуть меньше в городских кругах, муниципальных районах. И на сегодня мы предлагаем создать некие интернет-ресурсы, информационные площадки, где граждане будут регистрироваться, и в какой-то особой электронной форме обсуждать важнейшие вопросы градостроительства и будущего развития своей территории. Второй момент. Мы существенно сужаем перечень лиц, которые могут участвовать в этих публичных слушаниях или, если будет поддержано в обсуждениях. Поскольку он предлагает сложную процедуру регистрации на этих электронных площадках, подтверждение права на то, что он имеет участвовать в этих обсуждениях – это не годится. Поэтому главная цель законопроекта и поручения президента была расширить круг лиц, которые принимают участие в решении вопросов будущего развития своей территории. Этим же законопроектом эта площадка существенно сужается. Ну и, конечно, никакие заочные и электронные обсуждения или комментарии в социальных сетях не могут заменить полноценное собрание или обсуждение, поскольку это коллективная форма принятия решения. Когда люди, может быть, не вполне разбирающиеся в вопросе, приходят на собрание, слушают авторитетных, компетентных людей, экспертов и формируют свою позицию. Высказывают ее, голосуют, и на них опираются органы власти. Это защитный механизм, который призван защитить население от каких-то непродуманных, скоропалительных решений, очень часто принимаемых муниципальными органами власти. Фракция ЛДПР данный законопроект в первом чтении поддерживать не будет. Просто на прошлой неделе активно обсуждалось сообщение руководства парка «Зарядье», что туристы и москвичи вытоптали энное количество квадратных метров газонов, якобы украли какие-то растения, оказалось все это фейком. Я считаю, руководство города Москвы, руководство парка «Зарядье» должно принести извинения москвичам и гостям столицы. Вот за такие слова, которые оказались в общем ложью. Вот и все. Никто ничего не вытаптывал, никто ничего не крал, ни туристы, ни москвичи. Оказалось, все это ложь. И хватит бичевать собственный народ и заниматься вот так провокациями. Если кто-то что-то украл, значит нужно посадить. Вот и все. Поэтому нужно Москве и руководству парка «Зарядье» принести извинения москвичам и туристам. Вот наше мнение. Багдад получил поддержку курдов, когда был разгромлен ИГИЛ в Масуле и в других территориях Иракского Курдистана. Иракский Курдистан давно уже владеет большими правами. Своя конституция, свое правительство, своя газета, свой университет. Там только Иракский Динар и депутаты входят в состав Иракского парламента. Все остальное атрибуты независимого государства. Косово признали, но чужой земле. Албанцы захватили часть сербской территории. И Косовское государство весь мир признал почти. А курды на своей земле живут, и их 40 миллионов. Поэтому мы за это будем связи поддерживать. Спасибо. Продолжение следует...